Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. В промпарке Слободино будут производить сырые снеки. Там появится еще один резидент. Им станет компания «Холунова поле». Она заключила договор о ведении деятельности на территории промпарка с корпорацией развития Кировской области и планирует реализовать инвестпроект по переработке молока. Продавать продукцию производитель будет через маркетплейсы и экспортные контракты, сообщают в областном правительстве. «Холунова поле» станет пятым резидентом Слободино. На данный момент там уже выпускаются стройматериалы, комплектующие для мебели и шоколад. Занятая резидентами площадь составляет почти 9 гектаров, свободная – 4,5. Депутаты не дали застраивать район ипподрома в Кирове. На пленарном заседании Гурдумы они отказались принимать документ, который вносит изменения в генплан Кирова. Изменения предполагали, что участок земли у ипподрома, который ранее был продан как земля, предназначенная для спортивных сооружений, перешла бы в зону застройки многоэтажными жилыми домами. Таким образом, предлагалось разрешить компании «Демант» начать жилищное строительство в районе улиц Капитана Плетнева, Ульяновской, энтузиастов и архитектора Зянкина. Депутаты возмутились тем, что компания даже не является застройщиком, и усмотрели в происходящем возможную коррупцию. Спортивная земля стоит, по их словам, дешевле, чем та, на которой строят жилье. В результате 24 народных избранника проголосовали против изменений. Один высказался «за», пять воздержались. В эфире «Экономика». Санкт-Петербург отдаст Кирову 10 троллейбусов. Это машины в основном 2012 года выпуска после капитального ремонта. Они уже перевозили пассажиров культурной столице, а теперь Санкт-Петербург готов передать их Кирову. Ранее об этом договорились губернатор Александр Соколов и Александр Беглов. Часть машин можно будет вывезти на маршрут, и остальные в связи с техническим состоянием станут использовать в качестве доноров запчастей, рассказали ВТП. Придут троллейбусы в Киров в сентябре. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова